МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании Гомелю, студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуском. Перспективы развития холдингу Гомсельмаш, реконструкции областной детячей больницы и социально-экономичное развитие региона. Президент Беларуси Александр Лукашенко наведал Гомельскую область. Молодые лидеры Жнева. Ушановывание молодежных экипажей отбылося в Речицком районе. Святая Гомельской земли. Завтра пройдут урочистости, присвеченные 100 годзю дня нараджения про подобные манефы Гомельской. А зараза в гэты меньшим больше подробязна. Держава не мая намеру продавать контрольный пакет акций Гомсельмаша. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заявил подчас размобы с работниками холдингу. Сегодня главник державы здесь неу рабочую поездку в Гомельскую область. А кроме завода Гомсельмаш, президент наведал обновленную детячую больницу, ознайомился с организацией работы во установе и ее материально-техничной базой. Анастасия Каучинская протягни. Старт реконструкции детячей областной клиничной больницы в 2016 году дало распоражение президента. Будовля стала агульно-республиканской. Великие бюджетные дотации, спонсорская допомога и охверование. В будовництве принял дел практически каждый беларус. Увы, никуда побудовали палац. Именно так Александр Лукашенко выказал все прообращенное. Медицинская допомога маленьким пациентам Зусю и Гомельской в области теперь вышла на новый узровень. Тут все по обложнему слову техники. Два новые семиэтажные корпусы дозволили створить отделение, яких ранее не было, а и снуючие поширить практически у два раза. Знахожение пациентов стало куда больше комфортней. Первый раз в такую больницу попала. Очень атмосфера, очень хорошая. Люди очень отзывчивые, добрые. Врачи очень. Больница, конечно, на лучшем уровне. Комфорт, конечно, важен, а леголовный плюс побудованного медицинского центра у тем, что у Гомеля на реште у одном месте удалось собрать дитяших врачов у всех медицинских направлений. Хирурги, травматологи, рейматологи, педиатры разного направления педиатры, они все здесь. И это очень важно, потому что когда возникала необходимость их консультации, ребенка приходилось здесь лазить или приходилось привозить консультантов, сейчас мы все здесь, на этой базе. У баченому больнице президент застался задоволенный, а вось на гом сельмаша риторика была уже иншая. У размове с коллективом завода президент отзначая, ближайшие два-три годы будут складанными. Это связано у темблику с недобросумленной конкуренцией и невыконанием обвязальницей в рамках Евразийского экономического союза с боку России. Мы зажаты с запада разными лекционными классами и так далее, нехоландами. И мы зажаты, к сожалению, с востока нашим старшим братом, который ведет себя в конкуренции недобросовестно. Вы это знаете. Они, Россельмаш, свой всячески поддерживают, субсидируют, нарушая наши договоренности в рамках Евразийского экономического союза. Это неправильно, это несправедливо. И эту проблему мы, конечно же, будем... Мы не снимаем с повестки дня белорусско-российских переговоров на уровне правительства и даже президентов. Президент отзначил, что будут прикладаться намагания для створения ровных конкурентных умов. От Гомсельмашилца употребуется у першую шаргу попрацовать над якостью продукции. Так само президент дорушил запустить Украине масштабную программу по одновлению и модернизации старой техники. И это тычется не только Гомсельмаша, а и МАЗа, МТЗ. Приведение парада к старой технике могло бы стать полновартосным, додатковым накерунком работы, якая была бы запотрабована не только в Беларуси, а и в сумежных краинах. Отслужил в колхозе, в совхозе, по-старому говоря, в сельхозкооперативе у фермера комбайн 8-10 лет, изношен, он его под забор покупает новый. Надо не под забор, надо пока он на ходу, изношенный комбайн, его сюда. Это будет дешевле для крестьянина, а для вас новый объем работы. Если это позволит сохранить трудовой коллектив здесь, для меня благо. То, что это будет выгодно крестьянам и государству, это тоже благо. Сельмашилцы подшули звуста у президента, има быть головные для себе слова. По-перше, держава подрымливая модернизацию, якую я не хочу изробить, а по-другое, не отмовится от контрольного пакета акций предприемства. Предприятие это государственное, и контроль должен остаться государственным. Я знаю, к чему приводит приватизация. Я боюсь, чтобы наш завод, Россельмаш давно предлагают, давайте приватизировать, мы готовы купить. Но я не хочу, чтобы этот завод превратился в завод по производству шестеренок. А все остальное, ценное будет и конструкторские разработки, и наушно-технические, все там, в Ростове. А мы превратимся в какой-то придаток. Этого быть не должно. Должны быть партнерские отношения. После размобы с президентом, работники завода своими уражениями поделились с журналистами. В принципе, все хорошо, нас оценил, но попросил, чтобы мы более качественно работали, и мы будем стараться выполнять свою работу более качественно для того, чтобы оправдать его надежды. И предприятие наше продолжало работать долгие годы. Мне приятно было слышать о том, что он сегодня похвалил наш суперкомбайн, мы тоже им гордимся. Мне приятно было слышать о том, что мы хорошо сработали по импортозамещению, потому что я ведущий инженер-технолог по импортозамещению. Прозвучало напрямую, открыто, что контрольный пакет государства никому не собирается передавать, что хочет кто-то войти вдоль к нам. Ну, пожалуйста, пусть входит и помогает нам, и мы им поможем своей техникой. Этот коллектив успокоит, и, я думаю, разговоры после этого разговора они полностью все прекратятся. Я еще не переда дневизит у Гомель президент отзначил, что ГТА-поездка будет, так сказать, контрольной. Кировник Державы проверить, как выполняются его дорушения. Эх этой якость реконструкции больницы выник распроцовки нового суперкомбайна. Экзамен кировника Державы Гомель вытрымал, али напереде ящик шмат работы. Настасья Кучинская, Валерия Хапанько, телерадио «Кампания Гомель». Украина протягивается уборочная кампания. Засталося обмолотить менее, як треть до плана. Агульный намолот на сёння – 4 млн 312 тыс. тонн сбожжа новых аураджаю. Покажчики нашего региона – 70% опрацеванных площадь, и каля 350 тыс. тонн сбожжа. Ближе за усіх до завершения работ – Хойницкий район. Тут засталося убрать меньше, як 5%. Самый важкий намолот у аграре у Речицкого района – больше, як 55 тыс. тонн. Тем часом у Гомельской области з'явился перший молодежный экипаж «Тысячник». Рекордсменами стали молодые люди, які працуют у ксуп «Фрунзе Агра» Речицкого района. При этом у суседних господарцей працует и молодой водитель, який першим передолял знаку у 2000 тонн перевезенного сбожжа. На ушановленні героя «Жнева» побывала наш корреспондент Ганна Коральчук. 22-годовый компайнер Тимофей Кротов и его 23-годовый помощник Сергей Кечка в тандеме працуют у першиню, а лись собруют с дятінства. Хлопцы разом ходили у школу, потом учились у Будокошелевским аграрно-технічным колледже. Зараз отримливают высшую адукацию на заводченном отделении Белорусского державного аграрно-технічного университета. Для Сергея седня уборочная перша у працованной биографии, еще подлетком Йонда помогал батьку. А сёля-то сам стал уголовным комбайнером и у помощники взял надзейного сябра. На пяре до Днежнева хлопцы поставили перед собой мету, обовязково намолотить не меньше за тысячу тонн сбожжа. Их выник на сёня 1200 тонн, собранных на очинном КЗС-1218. Есть такой, когда оно как-то едете, набирается, такой азарт есть, когда оно всё, видишь, как оно урожай набирается, как-то интерес только есть. Попробуй, надо, погода нормальная. Главное, чтобы работала, чтобы не ломалась. Молодые люди примали веншаванье от керавника предприемства и Белорусского республиканского союза молодзи в поле. Передовикам уручили каштовные подарунки и пожедали новых перемог. После урочистостей хлопцы знов отправляются на палетки. Жневоуксуб Фрунзе Агра рухается до финалу, убрая на 96% площадь. Что дня на полях сельгаз-предприемства працуют 10 экипажов-комбайнеров. З их лику три молодежные. У соседних господарцев к суп Новый шлях Агра свой молодый рекордсмен Яуген Зянько. Он первый сиротых, кто спалил на зерниток, доставил 2000 тонн новых урожаю. У лидерах на уборочной 30-ти годовый Яуген не в первый раз. В 15-м году я был в лидерах. Был в области второй. Да, в районе был первый. И вот в 17-м году я был и шел первый в районе, но так как сломалась машина, я не дошел до первого. А в области, в 18-м году, я в области лидер. У этой господарцы молодой человек працует уже 6 годов. Пять за их за рулем МАЗа. Признается, что быть водителем мару с детинства. Хотел поезти по шляху батьки. Перед жнива Яуген Зянько працует с 8-ми годин ранницы и до 9-ти вечера. Что дняю надвозит каля 130 тонн собранного урожаю. Это от 11-ти до 16-ти рейсов от поля до Зернитоку. После ушановывания и музычных подарунков водитель снова спешается на хлебную ниву. Мы всегда стоим на защите интересов молодежи, поэтому мы всегда стараемся держать ухо востро, что называется, и следить за нашей молодежью, как они работают и на селе, и в городе тоже. И стараемся как-то поощрять. Труд всегда должен быть в почете, тем более сельского хозяйства. В осенью, по выниках жнива, Союз молодежи разом с Фондом Миру узнагородят молодых комбайнеров и водителям-рекордсменов грошовыми премиями. Ганна Корольчук, Василь Осипцов, телерадиокомпания «Гомель» из Речицкого района. Сегодня в «Гомеле» принимали представников деловых кола Узбекистана. Потенциальные партнеры белорусских предприемств наведывали в творчестве и принимали в дел в работе контактно-кооперационной биржи. За ходом визиту сочил Олег Синсерову. С початку деловая совстреча у Абро Воконками, потом наведывание перепросовщего предприемства акционерное товариство «Мелковито» на рынке уже больше 35 годов и за этот час не только освоило значный ассортимент, а и не был опыт по творчеству запотребованной на днишних рынках продукции. Что день на «Мелковито» перепросовывается до 650 тонн молока. Для поравнания это больше 60 высоких автоцестернов. Причим, для того, как молоко было свежим, я его привозить тройчий на день, если ранечный, дённый и вечерний доек. У складе делегации Узбекистана представники администрации и деловых колодивых областей Новоистской и Антежанской на молокоперебросовщем предприемстве размыва об вырабляемом ассортименте и махчимых поставках белорусской продукции с увлеком того, что зараз «Мелковито» поставляя продукцию у Китай, Узбекистан так само может разглядаться как потенциальный партнер. Хоть больше примальный для этой краины вариант бытовництво уластного завода по белорусских технологиях и с допомогой гомельских специалистов. У нас есть варианты, есть пустующие площади, есть пустующие фермерские хозяйства, которые мы можем вам предоставить и на этих же площадях с помощью вашего опыта начать производство и переработки молочных продуктов. Это самая значная проблема, которая может возникнуть при реализации такого проекта, относительно низкие объемы молока, якое может поставляться на новую его творчесть. По приблизных подлигах разновы идеи не дяб 12 тонн в сутки, этого 50 разов меньше, чем перепроцовывается зараз у гомеля. Хоть отмолляться от идеи, баки покой не сбираются, не обходно разглядать разные варианты. Рынок молочной продукции Узбекистана достатково еместы и белорусские предприемства еще могут занять на нем свою нишу. А в сфере инших интересов деловых колов Узбекистана можно мерковать по списке предприемств, представники яких были запрошены на контактно-кооперационную биржу, организованную гомельским отделением Белорусской гандлево-промысловой палаты, сельскохоспадачное машинобудование, жилевое и дорожное будовництво, нафтохимичные и харчовые вырыбы. Экономичное сопротивление с Узбекистаном может быть вельми масштабным. Пакуй в этой краине не уходить в лек основных внешнеэкономичных партнеров в области, а либо ким намер выправить эту ситуацию. У период с 10 до 15 вересня этого года Узбекистан на виды делегация Гомельщины, якая максимально презентуя потенциал региона. И в Самарканде, и в Ташкентской области мы хотим представить потенциал Гомельской области, и поэтому хотим показать, что у нас разные сферы развиты, и, естественно, презентовать нашу область как крупную промышленную область и предложить варианты сотрудничества. Плюс мы подписываем соглашение с Самаркандской торгово-промышленной палатой. Одесса Терров, Игорь Маришенко, Телерадо и компания Гомель. Звернуться с пытаниями до простовников Улады же хары региона змогут заутра. Суботнюю промую линию проведе перший намесник старшини Гомельскаха Абловы-Канкам Александр Викторович Миколуцкий. Нумер телефона 33 12 37. У Гомельским гарвы-Канкаме промую линию проведе намесник старшини Виталь Геннадьевич Атаманчук. Нумер телефона 75 19 54. Прамые линии будут спрацевать с 9 до 12 годин. С загара чага на двор и наведывание лясо заборонено уже у 12 районах Гомельской в области. С этого дня обмежевальные меры распаусюдзели на Будакашалевске, Чачерске, Мазырске и Калинковицке районы. Установлены передопошни, четвертый класс пожарной небезпеки. Не выключено, что заборона будет уведена и в остатних районах. За порушение режима продугледжены штраф до 25 базовых величинь. Актуальную информацию и оперативную карту забороны на наведывание лясоу можно знайсти на официйном сайте Министерства лесной господарки. Завтра отбудутся урочистости, присвеченные 100 годзю с дня народжения святой Манефы Гомельской. Святочное богослужение у свято-петропауловским кафедральным соборы означалец митрополит Минский Заславский, патриарший экзархусе Беларуси Павел. Монашка Манефа у миру Мария Скопичева у эпоху паусюднага атеизму своим даром допомагала людям, оцеляла хворобы як душевные, так и физичные. А после смерти простая женщина звездки ся у руки была прилечена далеку святых. Гэты, а так сама іншая новинный вы можете знать на нашем сайте у интернете па адресі www.tvrgomil.by Далее у эфиры де-факто и спортивные огляда. Я з вами развитваюся. Усяго доброго и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Четыре человека получили телесные повреждения в дорожно-транспортных происшествиях, отмеченных за прошедшие сутки. В Брагинском районе водитель за рулем Вольцвагена, двигаясь в направлении райцентра на закруглении дороги, не справился с управлением и съехал в кювет. Авто опрокинулось. В результате происшествия пассажиры женщина 45 лет и девочка 5 лет получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в Брагинскую центральную районную больницу. Девочка находилась без детского удерживающего устройства. А в Светлогорске 32-летний водитель совершил наезд на пешехода. Пожилая женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте. Она получила телесные повреждения и была госпитализирована в травматологическое отделение районной больницы. В реанимацию уже Мозырского учреждения здравоохранения после ДТП поступил 23-летний парень пассажир автомобиля Рено, за рулем которого был бесправник. В Мозырском районе 23-летний водитель не имеющий права управления транспортным средством с признаками алкогольного опьянения управлял также автомобилем на закруглении дороги не справился с управлением выехал за пределы проезжей части где несколько раз перевернулся. В целом за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 658 нарушений правил дорожного движения 6 водителей и 13 пешеходов находились под действием алкоголя. Оперативная информация от МЧС сегодня ночью по сообщению о пожаре сотрудники Житковичского районного подразделения выехали в деревню Науть. Спасатели остановили открытый огонь на нежилых строениях однако пламя полностью уничтожило одну бревенчатую хозпостройку и повредило кровлю на другой Пострадавших нет причина пожара устанавливается одна из рассматриваемых версий причина возникновения пожара занос постороннего источника зажигания извне Таков обзор происшествий к этому часу оставайтесь на Беларусь 4 Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжают новости спорта В студии Михаил Садовский Здравствуйте ВРЗ обыграл новичка российской мини-футбольной суперлиги команду Новая генерация К перерыву на табло спорткомплекса Локомотив горели цифры 3-1 в пользу хозяев Открыл счет Евгений Клачко Артем Золотухин преимущество удвоил Третий мяч на счету Юрия Дегтяренко галкипер подключился к быстрой атаке своих партнеров и удачно оказался на пути мяча отбитого его визави Один мяч отквитал Дмитрий Леготин Скорости вообще как бы в Украине и в России и в Беларуси как бы уже я считаю на равных Ну со стороны как я смотрю для меня вообще кажется что ребята летают Я пока восстанавливаюсь но молодцы и физически смотрю готовы все На данный момент мне нравится но только первый тайм все впереди еще Дмитрий Шамли сейчас восстанавливается после травмы и в первых турах чемпионата своим партнерам помочь не сможет однако мы попросили футболиста оценить стартовый отрезок календаря вагона строителей напомню что в первом туре ВРЗ сыграет с БЧ во втором со столицей Дерби есть дерби как бы будем сражаться начнем с сильных игр как бы сейчас в чемпионате как бы достаточно сейчас много сильных команд и первая восьмерка так точно будет за каждое очко заруба Что касается матча против новой генерации то во втором тайме команды отправили в ворота друг друга по два мяча в составе хозяев отличились Владислав Селюк и Евгений Рогачев за гостей забивали Иван Суворов и Михаил Москалев итоговый счет поединка 5-3 в пользу ВРЗ на предстоящих выходных состоятся матчи 1-8 финала розыгрыша Кубка Беларуси по футболу на этой стадии выступят три представителя нашего региона 11 августа Гомельский локомотив на одноименном стадионе в областном центре встретится со Смолевичами матч начнется в 17.00 в воскресенье свой поединок проведет футбольный клуб Гомель зелено-белые также играют дома соперник Ислач стартовый свисток на стадионе Центральный прозвучит в 18.00 Мозорская Славия и Бобруйская Белшина оспорят путевку в четвертьфинал 3 октября Сегодня в Тбилиси стартовал чемпионат Европы по гандболу среди игроков не старше 2000-го года рождения в дивизионе 2 В составе белорусской команды Ю-18 есть игрок гандбольного клуба Гомель Андрей Климовец На старте белорусы встречаются со сверстниками из Греции завтра поединок с хозяевами грузинами Также соперники нашей команды на предварительном этапе сборные Финляндии и Италии Путевку в полуфинал получат две лучшие команды группы На этом пока все с новостями спорта Вас знакомил Михаил Садовский Оставайтесь на Беларусь 4 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин